Приветствую всех своих друзей, подписчиков в социальных сетях и приглашаю в свою импровизированную творческую студию, где хочу записать для вас уже 890-й телевизионный сюжет для творческой студии в Ютубе и посвятить его одной из великих украинок Екатерине Захаровой. Захаровне Адаменко, царствие ей небесное. Сегодня маме Кате, как я ее всегда называл, было бы 100 лет. Понимаю, что большинству из вас, моих подписчиков в творческой студии, да и друзей в Фейсбуке, где вас уже около 5000, слава Богу, ничего не говорит эта украинская фамилия. Но если я скажу, что это мама Олега Балахина, сразу вы поймете, в чем дело, и сразу же ее представите себе. Потому что не далее, как позавчера, когда ее любимому Олежке исполнилось, слава Богу, 66 лет. И я публиковал и видеосюжеты в телевизионную студию об Олеге. И публиковал материал, написанный к его дню рождения. Он опубликован на сайте «Динамо Киева» от Шурика. Многие из вас знают этот сайт. И вот там, конечно же, много сказано было и о маме Олега. Но сегодня день особый. Обычно в этот день, когда еще мама Катя была жива, здорова, я звонил ей и начинал всегда. Она узнавала, конечно, по голосу. Мы были дружны семьями. И жили неподалеку на Чоколовке. Их квартира на первом этаже была на улице Уманской. А ваш покорный слуга жил в ту пору. Это назывался бульвар Ленина, угол Питерской. Это как раз угловая остановка троллейбуса 17-го и 9-го. И одним словом, не будем вдаваться сейчас в детали. Главное, что когда я думаю об этой великой женщине, великой, потому что, ну, достаточно сказать, Еще до рождения Олега Блохина она уже носила высокое звание заслуженным мастер спорта, которое маме Кате было присвоено в 1950 году. Екатерина Захаровна готовилась и могла поехать в составе сборной команды Советского Союза на первую Олимпиаду для советских спортсменов в Хельсинки в 1952 году. Но она уже узнала о своей беременности. Неизвестный еще мальчик, девочка, но беременность, которая уже не позволяла бы, если бы вот так довелось участвовать в Олимпийских играх в Хельсинки. И мама Катя, царствие и небесное, еще раз говорю с любовью к ней, к этой великой Украинке, отказалась от Олимпийских игр, во время которых, конечно же, она тоже была бы счастлива, потому что в составе сборной команды она могла рассчитывать на медаль в спринте, в эстафете. Достаточно сказать, что на ее счету немало рекордов Украины, есть повторение рекордов Советского Союза. Одним словом, мама Катя в пользу будущего ребенка отказалась от Олимпийских игр. Я очень много в наших совместных с Олегом книгах, а у нас три совместные книги, я говорил о них позавчера, записывая один из роликов в день рождения Олега Блохина. А сегодня я хочу и, полагаю, должен сказать о прощальном матче Олега Блохина, о котором наверняка многие из вас знают, слышали. Без ложной скромности скажу, что матч этот придумал ваш покорный слуга. И, естественно, со своими друзьями-единомышленниками мы рождали этот матч и родили не просто матч прощальный, а это было три дня праздника. Впрочем, это уже другая тематика. А сейчас, для того, чтобы быть точным, я процитирую фрагмент из нашей совместной с Олегом книги, которая называется, вот она, «Футбол на всю жизнь». Она вышла в 1988 году в издательстве «Беселка». И это было за год до прощального матча. Так вот, когда я вам говорю, что ваш покорный слуга придумал, так сказать, будущий сценарий этого матча и бенефисово дворце спорта со своими, естественно, единомышленниками, это не просто слова. Вот процитирую наш с Олегом Блохиным разговор в 1987 году, когда он в том сезоне частенько сидел на скамейке запасных. И вот во время одной из наших последних бесед я спросил Блохина, «Как вы сами представляете свое прощание с футболом?» Я бы не против сыграть в прощальном матче, скажем, команды «Динамо-75» против «Динамо-86», обладателей «Кубка-кубков», и по тайму мог бы поиграть в составах этих команд. Я ему говорю, «Вам не откажешь в скромности, Олег. Мне представляется все это немного иначе, заполненная до отказа чаша республиканского стадиона в гостевой ложе на одном из самых почетных мест. Ваша мама, которая в свои комсомольские годы работала на строительстве этого стадиона, когда он был назван «Красный стадион». Здесь же ваш первый тренер, товарищи разных лет по клубу и сборной. Впрочем, не будем вдаваться в подробности сценария подобного бенефиса Блохина, главное действие которого – большой футбол. На поле выбегают сборная мира и киевская «Динамо». «Читайте сборная СССР, и вы по одному тайму играете в составах и родного клуба, и сборной мира, куда не раз приглашались». Ну и так далее. 342-я страница вот этой книги, написанной совместно с Олегом Блокинным. Так вот, если вы обратили внимание на самом почетном месте этого стадиона, который когда-то комсомолка Екатерина Захаровна Адаменко строила с лопатой в руках, на котором она крушила рекорды, и на котором, обратите внимание, вот на эту фотографию, надеюсь, вы ее видите на мониторе. Ее – это 1956 год. Четырехлетний Олежка, здесь ему еще нет четырех лет, три с половиной примерно, стартует с низкого старта, и мама Катя дает старт. Ну и думала ли мама Катя, что когда-то по этой дорожке, на этом стадионе ее любимый Олежка будет принимать золотой мяч лучшего игрока Европы? В 1975 году он был назван лучшим. Вот эта фотография. Впрочем, я надеюсь, что те из вас, которые захотят узнать побольше, и о маме Кате из уст Олега Блохина, и о ее любимом Олежке прочитают это. А я сейчас как раз работаю над этим материалом. И еще одно воспоминание. В такой день, 7 ноября, ну вы помните, красный день календаря, ваш покорный слуга обычно набирал домашний номер, Блохиных, Адаменко, и мама Катя брала трубку обычно первой, И я голосом, как это делали дикторы на Красной площади, говорил с пафосом, да здравствует 7 ноября и день рождения мамы Кати, ура, товарищи! И в ответ я слышал ее раскатистый смех, и ее уря! Она была, обладала прекрасным чувством юмора. И сегодня об этом остается, естественно, вспоминать и рассказывать. Рассказывать, чтобы знало молодое поколение болельщиков киевского «Динамо». Уверяю вас, постараюсь, чтобы там были интересные, нескучные строки в этой публикации, и вам от души желаю, будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, ни на какие реалии, трудности. Оставайтесь оптимистами. Искренне ваш, Дэли Аркадьев, сегодня, повторяю, 7 ноября 2018 года. Из Филадельфии. До новых встреч! До новых встреч!